Горбачев признался, почему не отдал Карабах армянам, это было недопустимо в начале 1988 год обострилась проблема Нагорного Карабаха. Корни конфликта, давние, простого решения он не имел тогда и не имеет сейчас, хотя меня пытались убедить, что оно может быть достигнуто путем перекройки границ. В руководстве страны было единое мнение, это недопустимо. Я считал, что достижение договоренности о статусе Нагорного Карабаха, дело армян и азербайджанцев, а роль союзного центра, помочь им в нормализации обстановки, в частности в решении экономических проблем. Уверен, что это была правильная линия, пишет в своей статье президент СССР Михаил Горбачев для журнала России в глобальной политике. Горбачев обвиняет в усугублении проблемы партийное руководство и интеллигенцию двух республик, они не сумели найти путь к согласию или хотя бы к диалогу. Их оттеснили на задний план экстремисты. События нарастали как снежный ком. Последний хозяин Кремля пишет, что пытался выработать новую национальную политику, которая была обречена, в этот период, в 1987-1988 годах. Я стремился выработать единый демократический подход к межнациональным спорам. Суть его заключалась в том, что национальные проблемы могут быть по-настоящему решены только в общем контексте политической и экономической реформы. И надо сказать, что первоначально национальные движения в Балтийских республиках, Молдавии, Грузии, Украине выступали под лозунгами поддержки перестройки. Вопрос о выходе из Союза в 1987 году не ставил почти никто. Однако Горбачев по-прежнему уверен, что руководству СССР не удалось бы уберечь империю от неизбежного развала. И в первую очередь из-за унаследованных со дня основания страны острых межнациональных проблем, тяжелое наследие досталось перестройке в сфере национальной политики и федеральных отношений. И я не могу сказать, что я и мои коллеги, начинавшие перестройку, видели всю проблему в ее полном объеме. Сейчас, конечно, совершенно очевидно, что сохранение и обновление страны, которая представляла собой мир миров, конгломерат народов, в которой волей исторических судеб оказались вместе такие разные республики, как, скажем, Эстония и Туркменистан, объективно представляла собой задачу колоссальной сложности. В годы перестройки вырвалось наружу все то, что копилось в этой сфере на протяжении веков и десятилетий. Не думаю, что кто-либо был к этому готов. Исторически Советский Союз наследовал Российской империи. Была ли она тюрьмой народов? Если согласиться с этим, то первым среди узников следует назвать русский народ. И в годы сталинского режима он вынес не меньшие лишения и страдания, чем другие народы Советского Союза. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих высказываниях не раз возлагал главную ответственность за распад Советского Союза на ленинскую концепцию федерации и содержавшийся в ней принцип суверенитета Советских Республик и возможность самоопределения вплоть до отделения. Но возникает вопрос, в этом ли причина? Мы знаем, что распались многие империи и государства, конституции которых не предусматривали такой возможности. Думаю, причины надо искать в другом. При Сталине многонациональное государство стало закручиваться в жесткую сверхцентрализованную унитарную систему. Центр все решал и все контролировал. К тому же Сталин и его соратники произвольно краили границы, как будто с расчетом на то, чтобы никто не мог и помыслить себя вне Союза. Национальные проблемы загонялись вглубь, но они никуда не делись. За фасадом расцвета и сближения советских народов скрывались острые проблемы, решения которых никто не искал. Сталин рассматривал любые национальные претензии и межнациональные споры как антисоветские по своей природе и подавлял их, не тратя времени на увещевание. Было неизбежно, что в условиях демократизации и большей свободы все это вырвется на поверхность. Надо признать, что мы поначалу недооценили масштабы и остроту проблемы. Но когда она возникла, мы не могли действовать прежними методами подавления и запретов. Мы считали, что надо идти по другому пути, искать продуманные и взвешенные подходы, действовать методами убеждения.